путин увольняет генералов 8 штук еще минус видимо потому что ему же надо больше живого мяса а больше тех кто будет убивать нас и племянника оксаны больше крови больше всего а те видимо не могут ему обеспечить почему увольняет и почему не могут обеспечить это так предполагают наши эксперты ну вы знаете сейчас эти люди совершенно лишние вы знаете у меня появилась идея с которой я ношусь на последние три дня я услышала как дмитрий песков говорит на прошлой неделе о том что путин скоро сменит может сменить военный я начала озираться в поисках такого военного кто бы то мог быть и вдруг буквально на следующий день или тот же день совпало было объявлено о том что племянница путина а не цивилёвой присвоено звание генерал-майор она уже работает министерстве обороны она племянница родная кровь и как-то я подумала что наверное у нас пополнился список потенциальных преемников ну а во первых о преемниках очень очень редко говорят во вторых ну понятно что путин тяготеет с его паранойи и страхом совершенно оправданном убийство отравление и так далее он конечно предпочитает родную кровинушку ну а кто на шорт-листе младшая дочь катерина по моему значит соответственно охранник его бывший дюмен сын патрушева дмитрий и вот сейчас собственно появилась вот это цивилёва собственно собственно и все если путин делает ставку в минообороны конечно он генералов расчищает не потому что они коррумпированы путин очень любит воров очень любит воров на их понимает он не понимает не воров он просто представляет что люди опасно если они не воруют они не искренне они опасны на них нет компромата их не за что взять но если ты не воруешь то не путинец да ты неверный путинец поэтому то что воруют это нормально то что из другого клана и не нужны наши прекрасной анне цивилёвой никак ее не обрамляют зачем они нужны ну уволят и уволят да я напомню что сегодня тимуру иванову собственно первому арестованному генералу на первому заместителю шагу придавить предъявлено новое обвинение это опять растрат это пока не измен на родине ну как будет себя вести ну и соответственно шагу посмотрите сидит тише травы ниже воды кстати сказать я все сейчас встречалась с польскими экспертами и собственно это важно с польскими потому что нужно чтобы понимали по крайней мере какие-то выражения я им выдвинула свою теорию почему путин назначил патрушева я напомню что патрушев и шагу были отставлены одновременно и они друг другом боролись победил естественно патрушев по шагу шагу который не оправдал доверия путина но прежде всего еще и конфликтом с пригожиным он опытный передворец и совершенно его на профукал весь путин же назначил назначил патрушева советником по корабле строению внезапно не было же такого поста я уверена что и путин и патрушев хохотали при этом в голос потому что это же очень известное стихотворение оно такое я не могу прочитать конечно по осознанным соображениям но это письмо петра первого александру меньшикову высылаю 100 рублев на постройку кораблев ну и там дальше развитие событий сделали с этими 100 рублями 93 рубли пропили и про да что то еще сделали напиши скорее ответ строить дальше али нет и вот я уверена что вот это все они друг другу так прочитали посылаю 100 рублев и назначили значит советником по корабле строению я думаю что с этими генералов была бы мечта если бы назначили советниками по корабле строению но нет над ними конечно разверзается другая бездна скорее всего тюремная совершенно никого не жаль абсолютно чем больше сажают тем легче украинской армии да нам не жаль нам вообще это на руку но но он же на что-то рассчитывает менять их на кого-то будет а на кого это же или просто как-то объединят там усилия совместные но вдруг выяснили что эти генерал то особо не нужны потому что смотрите есть министр обороны который ничего не понимает в обороне да и в армии тоже ничего не понимает вот этот вот белоусов но он зато понимает другом он понимает другом то есть это парень это на самом деле очень опасный он понимает в действительно в том чтобы экономика переходила на военный лад и он уже довольно много сделал для того чтобы российский бизнес оставшийся на уж тем более государственный бизнес чтобы люди как можно больше кормились от военных заказов он сделал для этого очень много делает еще больше эти у путина есть три очень талантливых человека к сожалению это глава центрального банка эльвира набиуллина собственно из-за которой у путина есть деньги это благодаря ей у путина есть очень много денег это министр финансов антон селуанов благодаря которому у путина военный сбалансированный бюджет и собственно белоусов который передвигает экономику именно на военные рельсы делать так чтобы практически каждый житель россии был заинтересован в войне чтобы он кормился с войны либо потому что он воюет либо потому что это жена или мать воюющего либо потому что он закрыл супермаркет и переоборудовал его в цех для производства дронов и половина города там работает и тоже благословляет тот момент когда супермаркет переоборудовался в военное производство либо он сидит в банке обслуживающим цех по производству дронов ну и так далее так далее так далее а вот это преемник виде возможной цивилевой или остальных каких-то родственников как как вам вообще возможно эта передача власти ну так же как это было в 2008 году передачи кресла медведеву и абсолютно спокойные заявления 12 лет назад в сентябре двенадцатого года что мы договорились а теперь он уступает премьер кировка абсолютно еще тогда это было абсолютно спокойно проба также и сейчас он может посадить на свое место хоть цивилеву хоть свою дочку хоть все дмитрия патрушева хоть своего охранника медведев конечно спит и видит что снова доверить ему на это вряд ли пить надо меньше ну или больше в конце концов совсем розовые слонята и в конце концов когда ему надоест захочет вернуть он будет моложе нынешнего трампа он видит прекрасно что происходит в штатах и я думаю это очень утешает это очень утешает